Привет, вы на канале Девайс, и сегодня на обзоре видеокарта Полит GeForce RTX 3050 Dual. Надеюсь, что вам понравится это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту видеокарту. Итак, начнем. Полит 3050 Dual – одна из самых производительных игровых видеокарт среднего класса из линейки моделей GeForce RTX 3050. Основана на базе графического процессора NVIDIA GA107 с микроархитектурой EMPIRE и имеет малый размер графического процессора с 13,2 миллиардами транзисторов. NVIDIA EMPIRE – видеокарта RTX 3050 создана на базе мощной архитектуры EMPIRE и абсолютно новой платформы RTX. Она до шести раз производительнее видеокарт предыдущего поколения и привносит в игры технологии искусственного интеллекта и трассировки лучей в реальном времени. Трассировка лучей – это решение для создания реалистичного освещения, отражений и теней, обеспечивающее более высокий уровень реализма по сравнению с традиционными способами рендеринга. Победу определяют миллисекунды. NVIDIA Reflex обеспечивает уникальное конкурентное преимущество – максимальная реакция и минимум задержек рендеринга с видеокартой RTX 3050 и игровыми мониторами NVIDIA G-Sync. Повысьте скорость реакции, прицеливайтесь точнее, попадайте в цель быстрее соперников благодаря набору передовых технологий для измерения и оптимизации задержки системы в соревновательных играх. Творчество на высшем уровне. Вы видите работу с графикой на новый уровень с видеокартой RTX 3050. Она обеспечивает производительность и стабильность в популярных графических приложениях, а также ускоряет их функции на базе алгоритмов ИИ. Благодаря платформе NVIDIA Studio вы получаете специализированные драйверы и уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу с графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач, будь то рендеринг сложных 3D сцен, редактирование видео в 8К или стриминг с высоким качеством кодирования и изображения благодаря видеокартам GeForce RTX. Diarmos, ранее доступная только на высокоуровневых серверных платформах, теперь используется и в новом поколении видеокарт Polite. Diarmos обеспечивает низкую шумность и эффективное снижение тепловыделения в тяжело нагруженных цепях питания. Polite 3050 имеет классическую конструкцию с двумя 90-мм вентиляторами с интеллектуальным управлением оборотами вентиляторов и системой охлаждения для оптимизации воздушного потока и эффективного рассеивания тепла. Новая модель обеспечивает низкие температуры, минимальный уровень шума и максимальную стабильность в работе, чтобы геймеры и создатели контента могли наслаждаться конкурентоспособной производительностью. Технология 0 дБ. В обычном рабочем режиме и при запуске мультимедийных приложений видеокарта работает беззвучно. Ланка в виде сот. Конструкция крепежной панели с ячейками в виде сот увеличивает отводимый от графического процессора воздушный поток на 15%, что улучшает общую эффективность системы охлаждения. Обратная сторона карты закрыта бэкплейтом, печатная плата среднего размера, а дальше идет радиатор. При обычном использовании видеокарта достигает температуры в диапазоне 60 градусов по Цельсию и остается достаточно тихой. Площадь поверхности радиатора увеличилась, что привело к некоторому дополнительному весу и составляет примерно чуть больше полкилограмма. Карта имеет жесткую конструкцию. Размер Polite 3050 Dual почти 24,5 см, так что эта карта поместится практически в любом корпусе. RGB подсветка. Цвет светодиодной RGB подсветки может изменяться в зависимости от температуры видеокарты. Так владелец легко определит степень ее нагрева на глаз. Кроме того, для индивидуальной настройки подсветки пользователям доступно 16,8 миллионов цветов и оттенков. Видеокарта оснащена 2560 активными шейдерными процессорами и ее потребляемая мощность составляет 140 Вт. Рекомендованная производителем мощность блока питания от 550 Вт. Polite Thundermaster – мощный инструмент оверклокера, благодаря которому можно существенно повысить производительность видеокарт GeForce RTX от компании Polite. Приложение использует технологию NVIDIA GPU Boost для мониторинга рабочих частот видеокарты, чтобы обеспечить максимальную производительность и безопасность работы системы в самых требовательных играх. NVIDIA Ancel в VR-играх Захватывайте изображения и создавайте внутриигровые скриншоты с углом обзора 360 градусов. Делайте скриншоты с любой точки обзора, редактируйте их с помощью фильтров постобработки. Записывайте HDR изображения в высоком разрешении и просматривайте их с обзором 360 градусов с помощью смартфона, ПК или гарнитуры виртуальной реальности. GeForce Experience Приложение GeForce Experience для обновления драйверов и оптимизации игровых настроек. Также с его помощью можно записывать видеоролики, делать скриншоты, вести прямые трансляции игрового процесса и показывать все это своим друзьям. Я собрал самые популярные отзывы на эту видеокарту и сейчас поделюсь с вами. Из негативных отзывов. Цена. Пища от дросселя. Нет в наличии. Пластиковый Backplate. А вот что пользователям понравилось в этой видеокарте. Производительное. Низкое энергопотребление. Компактное. Тихое. Холодное. Наличие DLSS. 8 гигов памяти. Трассировка лучей. Напоминаю, что подборку лучших цен на этот девайс вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok